Об инвалидах микрорайона Довстык забыли. Отсутствие элементарных коммунальных благ и разбитые дороги. Для большинства из жителей этого микрорайона даже простая прогулка за воротами представляет серьезную опасность. Манбай Булатов мечтает, что однажды пределы его возможностей расширятся и прогулка по родной улице перестанет быть для него настоящим кошмаром. Глава большого семейства не привык жаловаться на судьбу, хотя сейчас весь мир для него сузился до размеров двора и дома. Впрочем, даже выйти во двор для мужчины – целое испытание. А чтобы хоть как-то создать отцу возможность прогулки, дети соорудили пандус. «Дорога очень нужна. Из дома-то во двор трудно выйти. А что уж говорить об улице. Это сейчас погода хорошая, лето. А в дожди, когда слякать по нашей улице проехать невозможно. А ещё нам каждую весну обещают, что газ проведут. Но слова остаются словами». А в семье Тимировых сразу три инвалида. Глава семейства и двое детей. Семья ютится в маленьком домике. Чтобы хоть как-то помещаться, они переоборудовали кухню под детскую. Но жить в стеснённых обстоятельствах было бы легче, если бы газ был до дорога нормальная, говорит Жазира Тимирова. «Нам когда-то обещали, что и газ скоро проведут, и дорогу сделают. Только всё, что сделали, гравий посыпали. Мой муж инвалид, ему очень сложно передвигаться по улице в плохую погоду, потому что мы сами-то едва из автобуса выходим, надеваем на ноги целлофановые пакеты и только так добираемся до дома. Дети и подавно по колено в грязи приходят. Такое ощущение, будто наши проблемы никому не нужны. Оставили нас подальше от глаз и забыли». Впрочем, комендант микрорайона с жителями не согласен. Да, коммунальные проблемы есть, но никто об инвалидах, живущих здесь, не забывал. Уверен он. «Недавно было совещание, на котором обсуждались все эти вопросы. Сейчас ведутся работы по прокладке газопровода. Я думаю, в первой половине следующего года газ будет проведён. Что касается улиц, то сейчас ведутся работы по двум из них. Если будут выделены средства, то будет проложен асфальт. Если нет, то только гравийка. А в следующем году – асфальт». А жители Достыка очень надеются, что хотя бы на этот раз слова чиновников будут соответствовать действительности. Ведь всем им хочется жить нормально, а не чувствовать себя словно на отшибе жизни.